Большое торжество встретили и в селе Савино Пышминского района Екатеринбургской епархии. Здесь отметили престольный праздник прихода во имя святой великомученицы Параскевы, нареченной Пятницы, в честь которой освящен местный храм. В Савино по традиции приезжают на праздник гости из близлежащих деревень и городов. Любят и почитают люди святую Параскеву, именуемой Пятницей. А Божественную Литургию в день престольного праздника возглавил архиепископ Екатеринбургский Верхотургский Викентий. Храм во имя святой великомученицы Параскевы Пятницы в уральском селе Савино называют «жемчужной Екатеринбургской епархии». Освященный в 1867 году, до наших времен храм сохранился в первозданном виде. Он не был осквернен ни во время революции, ни в советские годы. В старинном храме пребывает чудотворная икона святой Параскевы, явившаяся сельчаном в середине XIX века на берегу реки Пышмы. После литургии в праздничный день состоялся крестный ход. Миряне и священнослужители несли иконы небесной покровительницы храма и всего села. С каждым годом все больше и больше паломников принимает участие в ходе, совершая молитвенное шествие всей семьей. Паломники и местные жители дошли до источника святой Параскевы, где возведена небольшая часовинка. Здесь совершили молебен, а после владыка Викентий окропил всех собравшихся водой из источника. С давних времен вода его считается целебной. Возвратившись в храм также с молитвенным пением, святую великомученицу, священнослужители и миряне услышали обращенную к ним речь архипастыря. Владыка Викентий поздравил всех пришедших в Дом Божий с престольным праздником и отметил, что святую Параскеву родители воспитывали в благочестии и глубокой вере. Святая великомученица Параскева наречена Пятницей, потому что при жизни эта святая очень строго соблюдала постные дни – среду и пятницу. Конечно, мы всегда должны помнить среду и пятницу, потому что это дни особые, дни, когда был предан Христа на распятие, и день пятницы, когда был распят на Христе. Это те великие дни искупления нас от греха, проклятия и смерти. Потому и Церковь восстановила, чтобы в эти дни мы почитали этот день постом и молитвой.